Так что все это время я держал паузу, прошли отличные учения, мы не раскрыли свои карты, и это абсолютно правильно, вообще это было идеально, что мы не раскрыли свои карты. То есть, даже вот предположить то, что некоторые наши соратники действовали в этот момент самостоятельно, и как бы нанесли путинской экономике огромный удар, это никак не влияло. Да, там некоторые троллили, что вот там война идёт, а вы там всё пиворамы шёте. Мы действуем по собственному плану, и это правит. Так что в настоящий момент, как бы это ни казалось странным, да, как бы это ни казалось странным, Но на сегодняшний день из всей этой войны Пригожинской вышли только одни победители. Это мы с вами, других победителей нет. Путинцы проиграли, Вагнер проиграл, все проиграли, Украина проиграла, все проиграли, абсолютно Китай проиграл, Корея проиграла, Северная, проиграл Запад. Выиграли в этой ситуации только мы, больше никто из этой ситуации, и ничего не... Либералы проиграли, причём с Кандивобером выкатились, бля, отлично. Так что для путинских то, что было страшный позор, Вову дебил, пригрел змею на груди, да, на твои деньги. Ну, представляете, всё это время он платил Пригожину бешеные деньги, которые увеличивал армию, да, частную фактически армию. Да, и эта армия обращена стала против Путина. Просто конченый идиот. Если бы не договорился с этими полевыми командирами, они бы вынесли его. Зря, что полевые командиры не пошли дальше. Надо было выносить Вову, а потом и Пригожину вынесли. Ну, что, дураки, одним словом. Так что на сегодняшний день, как это ни парадоксально, мы единственное спасение России. Больше нет. Как всё. То есть Пригожин главное показал, что у России нет спасителей, кроме артподготовщиков. Никого. Ни одного человека, посмотрите. Никаких русских корпусов, бля. Никаких Пригожинских армий. Никаких либералов. Никакой сволочи. Никого. Кроме нас с вами. Вот Женя мне написал. Вау, так обосрать свой шанс. А можно было сохранить жизнь. Да ещё и войти в историю. А теперь он просто отсрочил свой неизбежный, бесславный конец. Всё верно, Женя, абсолютно точно. Очень хорошо, что каратники абсолютно одинаково у нас думают. Никому даже объяснять ничего не надо. Вот, Женя, вы думаете, я звонил? Нет. Вы думаете, я звонил большинству командиров? Нет. Вообще никому не звонил. Они всё прекрасно понимали. Они мне писали. Они мне писали как раз всё то же самое, что я думаю. Потому что, ну, как бы это единое какое-то у нас информационное поле. Наши идеологи дают возможность нам думать одинаково. И это очень здорово. Вот мне Мила написала. Она как-то постеснялась, что... Говорит, ну, вы как-то переработаете для себя. Я не буду перерабатывать. Мила, мне нравятся ваши мысли. Я даже не прочитал то, что вы написали. Но считаю, что... Даже не читая, понимаю, что вы написали истину. Так что... Сейчас, когда Вагнер начнут трансформировать и физически уничтожать, они уже уверовали, что в РФ можно бунтовать и побеждать власть. Когда их кинули и кинут зэков. Когда человека будут для всех как неприкасаемы. Их героев станут предателями. Напоминаем, что их спасение, жизнь и будущее. Это не свержение Шойгу и Герасимова. А свержение банды. Путина и его банды. Шансы выжить у них. Это в нужный момент стать на сторону народа. Вся их мнимая поддержка была в надежде народа на освобождение от режима. А реально боремся с режимом. И никогда от этого не отступим. И никогда с Путином не договоримся. Только мы. Абсолютно правильно. Мил. Не будет больше денег и привилегий. Будет только смерть и самое пекло. А также звание предателей. Не будет никакой спасительной Беларуси. А огонь со стороны своих, который придумал Пригожин, теперь будет реальным ЧВК окажется между двух огней. Шанс на их выживание искать пути и связи с нами. Путинская власть им амнистию никогда не даст. А народ может. Если искупят. Если сейчас не услышат. Если попытаются бунтовать. Снова наступят на те же грабли и проиграют. Пусть припомнят эти слова. И поспешат исправить ситуацию. Потому что следующего шанса может не быть. Мил, тут нечего перерабатывать. Сказано идеально. Вы молодец. Очень здорово. Что мне писали некоторые. Я хочу. Я написал, что отвечу в эфире. И что ответ мой не понравится. Вот мне пишет. Француз. Ну, это когда все началось. Ты долго морозить будешь по ситуации с Вагнером. Мы команды ждали тогда. Да, могли провести диверсии. Которые бы точно Прибожинских не остановили. Но ты на связи был. Проебали момент. Возможно, единственный за все время. Видите, полевой командир. Наверное, у него тысяча людей. У меня два человека в МСК. Готовы были стрельбу начать. СУ бы могли подойти. Ну, похоже, человек в голове мышля. Я не тролль, не переживай. Но меня выворачивает от того, что ты даже не прокомментировал эту ситуацию. Ну, что? Что я могу сказать этому не троллю? Я вообще не переживаю. Вообще не переживаю. Да. Все мои нормальные соратники. У кого нормально все с головой. Они понимали. Им даже не надо было ничего комментировать. Да. Если мои действия кому-то не нравятся. Ну, вот кто-то там определился, что он мой соратник. Вот как вот этот дядя. Да. Определился, что он мой соратник. И пишет мне француз. Да. Тогда, во-первых, пишет с уважением. Да. Если тебе что-то не нравится. Да. Я не знаю, как еще сказать. Да. Или какие-то непонятные мои действия. Это же не значит, что я не прав. Ты подумай. Может быть, у тебя в башке мышь гулять. Анимальцев не прав. Или ветер у тебя в голове. Анимальцев не прав. Те, кто считает меня командиром, должны выполнять приказ. И все. Если приказов нет, то ждать. А если нет, то не надо считать меня командиром. И вас не надо считать соратником. Проявляйте выдержку в ситуации. И уважение к своему командиру. И все будет классно. Я вас уверяю. Вот такие соратники, блядь, просто заводали. Ну, что ты, вот зачем ты мне это пишешь, соратник? Ну, возьми, блядь, заблокируй. Телеграмм Мальцева. Нет, для тебя больше Мальцева. И все. Потому что мы с тобой на разной волне. Мы думаем с тобой по-разному. Чувствуем с тобой по-разному. И когда все начнется, мы с тобой в разных окопах окажемся. Ты можешь понять это. Ты не будешь со мной в одном окопе. Или будешь мне врагом, и мне придется тебя среди боевой ситуации просто вздернуть или расстрелять. Не ходи со мной в один окоп. Там тебе опасно, понимаешь? Потому что ты не выполнишь приказ, я тебя поставлю к стенке. Мать, что у тебя других не будет, там вся страна такая. Артем Мортников, мне не нужна вся страна. Мне в том-то и дело. Вся страна нахер не нужна. Вся страна будет делать то, что скажем мы. А вот эти мы, это всего несколько процентов населения. Другие мне нахер не нужны, поверьте. Писали тогда Пригожи, я бы не блефует. У них минимум 20 тысяч бойцов. Многие из них с серьезным опытом. Решение в Вагнере принимается не как в Министерстве обороны. Через кучу докладчиков, ну и так далее. И прочее. Ну, генералы это понимали. Они призвали одуматься. Да, и так далее. Но вы понимаете, что эти генералы, которые призывали одуматься. Помните, как про военные перевороты, особенно. Перебирал и Талдыщик. Какие нахер военные перевороты, если вот эти генералы призывали одуматься. Никаких военных переворотов не будет. Путин показал, что он полный мудак. Что он вскормил своего могильщика. И даже и не думал, что вот эти вот черти, они развернутся против него. Хотя, наверное, смотрел фильм про собачье сердце. Филипп Филиппович говорит, что Швондер даже не думает. Когда травит на меня Шарикову, даже не думает, что если кто-то натравит Шарикову на самого Швондера, от него осталось только рожки до ножки. Вот Путин, как тот Швондер, абсолютный дебил. Ну, Вригорьев проявил себя как слабак. Это тоже очень хорошо. Потому, что там вся вата ликовала, какой великий и могучий. Ну, не великий, не могучий. Да, то есть не рулят, рулят полевые командиры. Лукашенко начал битву за московские престолы, совершенно очевидно. Наступление Украины не началось. Значит, они команды ждут не из Киева для наступления. Понимаете? Или разрешения, так я скажу. Там же сейчас самый выгодный момент был. Если бы Киев решал все, то сразу бы ФАС была в команды. Но этого не последовало. Да, обнаружились в результате всех этих вещей силы, которые до этого скрывались. И такие силы есть, как это ни странно. Народ поддержал мятеж, мы это видели. И аплодировали Прибожинским. Мы были счастливы, фотографировались. Сил остановить Прибожинскую армию у Путина нет. И любую другую остановить у Путина нет. Казахи отказались вмешиваться, хотя Путин пришел и подавил там восстание. Но у казахов выставали безоружные люди. А здесь такие орки страшные, вооруженные. Что казах главный... Ну, я думаю, что он консультировался по Китаю. Китайцы сказали нет. В любом случае они сказали нет. Да он и сам понимал, что всей Китая, всей казахской армии не хватит, чтобы Вагнера остановить. То есть, он просто мог бы положить там армию, если бы ее ввел. То есть, то, что мы видели, это может быть не последний гвоздь в группу Путина. Но очевидно, что хотя бы предпоследний. То есть, слава, у кого умнее Путина, конечно, намного умнее. Он опытнее гораздо. Он сам везде пробивался сам. А Путина везде тащили за уши. И что там, видит, там ничего не понятно. Но такое впечатление, что быстро нужно было придумать повод. Не, ну, понятно, что нужен был повод. И что Пригожин согласовывал свои действия с некоторыми людьми. Но они его, как всегда, кинули. Я помню, как в свое время мне рассказывал Руцкой. Когда он, значит, они затеялись там восстание против Ельцина поднять. Ну, проголосовал Верховный Совет о том, чтобы отстранить Ельцина от должности. И это было законно. Верховный Совет мог это сделать. И, значит, все правление переходило в руки вице-президенту. А тот вице-президент Муруцкой. И он позвонил Громову, который возглавлял внутренние войска. И сказал, ты чьи приказы будешь исполнять? Ельцина или мои? Он сказал, для меня Верховный Совет. И Верховенство Закона. Вот там главное. И так далее. Я буду исполнять ваши приказы. Больше Руцкой до Громова не дозвонился. Больше не взял трупы никогда. Так что, я думаю, такая же ситуация была и у Пригожина. Те люди, которые, так сказать, его провоцировали. Дячеслав, то есть, Пригожин показал, что когда ВСУ зайдет в Рашку, никаких препятствий, непреодолимой силы не будет. Не только ВСУ. Кто угодно, кто имеет хоть какую-то силу, в том числе и Лукашенко. Армия Лукашенко, если зайдет в Россию, то не будет никаких препятствий. У Вагнера 20 тысяч, 25, да? А у Лукашенко 40. Так что, это очень хорошо. Слава, а что было бы, если Пригожин победил в мятеже? Ничего бы не было. Никогда в жизни победить бы не смог. Он смог бы свергнуть власть Путина. Но удержать Россию в узде Пригожин никогда, вообще, ни единого шанса. Поэтому он был по ледоколам, и это было очень хорошо. В общем, я написал в нашем телеграмме, чтобы все сохраняли выдержку, не ввязывались. Уж точно на стороне Пригожина не надо ввязываться. Ну, а тем более на стороне Путина. Надо ждать, когда они друг другу пожрут. Слова, видимо, желающий был присоединиться. Альберт Фанис, а ну, к чему присоединиться? Вот вопрос. Присоединяться нужно к чему-то. Понимаешь? А когда ты присоединяешься не к чему, ну, ты бы присоединился к ним. Они-то по домам разошлись, а ты бы куда пошел? Вячеслав, а Волгоград бы они тоже взяли без проблем. Да, Волгоград вообще не все. Они в Москву взяли без проблем, если бы захотели. Вы же видели, что там никого не было. Дядя Слава, а если бы Пригожина ввел войска в Москву, Китай взял бы, ввел бы свои войска в Уражку. Китай не был готов к такой ситуации. Это тоже большой плюс. Мы видели, что ни Китай, ни Северная Корея не готовы. Слава, а как думаешь, колокольцы и золото способны госпирады? И есть ли ритм для пути на трех персоналов? Какие? Ну, кто у них командиры? У Пригожина командиры полевые, бойцы. А у этих кто командиры? Воры и жулики? К какому перевороту они способны? Пригожин, когда вышел с вами архаровцами, архаровцами, эти обосрались и попрятались все. Вячеслав, почему вы такие важные вещи заявляетесь на этом немногочисленном канале? В общем, громкие заявления делали бы на народовласть. Есть шанс большего распространения. Какая разница? Вообще не имеет ни малейшего значения. Сейчас информационный мир. И если этот информационный мир готов это услышать, то можно сказать, что на канале, где вообще один подписчик, и все разойдется. А если он это не готов услышать, да и хер с ним. Мы будем делать то, что нам нужно. Здесь все мои соратники. Мне не нужны зрители. Мне не нужны уши, кто уши греет. Вы говорите, там больше, здесь меньше. Ну, значит, вот это и есть мои соратники здесь. Понимаете? Много нас, мало. Мне же нужно знать истинную картину. А не то, что там меня смотрят полтора миллиона. И что с того, что они меня смотрят? Аркадий Александрович Райкин, блин, смотрел здесь Советский Союз. Еще если бы он призвал к революции, они пошли бы свергать Брежневу. И прошло вот тех людей, которые пишут какие-то вот такие вещи. Там называют себя соратниками, а пишут всякие глупости, да. Причем в самой безапелляционной форме. Не делайте это. Или выберите одно из двух. Или не называйте себя соратниками. И пишите тогда эти глупости. Или не пишите эти глупости. И все. Но лучше не называйте себя соратниками. Потому что те, кто сомневается, не надо говорить, мы там с вами до конца, а сами сомневаются. Не надо. Еще раз тем людям, которые иногда обижаются на меня за то, что я, по их мнению, сделал что-то не так. Погодите обижаться хотя бы несколько дней. Ну, просто погодите несколько дней обижаться. Потому что окажется, что надо на себя было обижаться, а не на мальца. Продолжение следует...